Вы знаете, когда мне было 14 лет, я вообще была не уверена, что семья — это источник радости, вообще каких-то положительных эмоций. Но потом я поняла, что я была не права. И поэтому сегодняшний форум мы начнем с доклада спикеров, который называется «Семья как источник возможностей, а не проблем». На этой сцене мы ждем основателя и руководителя компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, а также Тимура Хусаинова, ученика школы номер 15 города Тюмени. Здравствуйте всем. Как дела? Нормально, давайте, чтобы у нас интерактив был. Тимур, молодой человек, 14 лет, 15 будет 2 марта, учится в 15-й школе, учится в целом неплохо, старается, занимается футболом и теннисом. В общем, вроде все более-менее пока. Давайте, у нас минут 40, мне хочется, чтобы, естественно, было максимально полезно сегодняшнее мероприятие, поэтому с удовольствием принял приглашение и Полины, и Елены рассказать, поделиться опытом. Вообще у меня трое детей, Тимур средний, есть еще старшая дочь, Алина сейчас учится в Петербурге, надеемся, скоро вернется. Есть младшая дочь Элина, которая тоже учится в 15-й школе. Поэтому есть чем поделиться. Естественно, мы с супругой вместе живем, у нас такая хорошая, крепкая семья. И, наверное, несколько слов хочется рассказать о том, как это правильно делать. И для подростков, я понимаю, и подростки меня слушают, и родители, я уверен, по видео потом посмотрят. Вот поэтому я так, знаете, сразу же буду работать не только на аудиторию, хорошо, а на там все, что хочется сказать, скажу. Тимур, ты тоже перебивай меня, ладно? Ладно. Все, прям не стесняйся. Все, прям вот, если что-то, я по-другому рассказываю. Вот, давайте начнем. Ну, во-первых, давайте так, вот к молодежи обращаюсь, кто присутствует. Вот, вообще, все от нас зависит или не от нас? Давайте, кто как считает? Ну, в целом. Давайте, я буду к вам это поближе. Ну как, от нас что-то зависит или нет? Вот, пока. Да, да. Да, прям если говорите. Слушайте, а я вот знаете, как считаю, все зависит только от нас самих, исключительно. Да, вот если вдруг кого-то, не дай бог, воспитывают в парадигме, что вот, нет, от нас мало что зависит, там, за нас все решат, да. Слушайте, это ложь наглая причем. На самом деле, каждый человек творитель своей судьбы, своих благ, которые он имеет. И все, что мы делаем, все наши мысли, слова, действия в итоге через какой-то промежуток времени, не сразу же, отражаются в том, что мы будем иметь. Кто мы такие будем, что мы будем делать, что мы будем получать. Вот дальше, если сейчас немножко в детскую психологию уходить, понятно, особенность основная детей какая, ну и подростков. Кстати, где кончается вот этот подростковый возраст, с какого начинается, кто как считает? Лет с 12, да? С 11, наверное, ну плюс-минус где-то так. Понимаете, еще нет ответственности, осознанности полноценной. Вот если сейчас немножко в биологию уйти, в анатомию точнее, у нас мозг так устроен, вот эта вот часть ответственности полноценно развивается только к 30 годам. Поэтому вот иногда молодых людей не на то тянет, то есть им хочется там чего-то такого необычного, потому что еще нет просто осознанности и ответственности. И вот какова здесь роль семьи? Да, какова роль семьи? Вы знаете, с одной стороны, такой вот сложный вопрос, можно ли с ребенком конфликтовать? Вот, знаете, у нас вот с моей супругой разные подходы к воспитанию детей, да? Вот, значит, в чем суть вопроса? Я всегда считаю, что со всеми нужно находить партнерские отношения. Вот если, вот Тимур уже там 14,5 лет, да, можно сказать, ну буквально всегда я ему стараюсь все прояснить, рассказать. Практически очень редко, это же касается моей супруги, я потом расскажу, в чем разность заключается. Всегда стараюсь его понять, я считаю, он должен быть личностью. Я ему почти ничего там не запрещаю, да, то есть, в принципе, на мой взгляд, если начинать, вот опасно когда? Когда вам кто-то начинает за вас думать, да, как я считаю. Никогда нельзя это пускать в свою жизнь, когда кто-то за вас принимает ваше решение. Вот у вас сейчас все это формируется. Поэтому, когда это, соответственно, уроки родителям и детям, если вы начинаете давить на ребенка, то есть, вы его начинаете поддавливать, его внутреннее «я», и у него возникает вот этот такой, знаете, какой-то предел, ну, наверное, даже шаблона мышления, такое слово подберу, ему потом становится тяжело как-то думать самому. Поэтому, что касается же дальнейшей жизни, вот история школы, она еще чем опасна, если откровенно? Там за тебя все решают. Тебе говорят, какие программы ты должен учить, да, когда у тебя суббота, воскресенье, когда у тебя каникулы. То есть, тебя, по большому счету, всех детей очень сильно шаблонизируют. Ну, я думаю, что многие это прекрасно понимают. Вот, и вдвойне роль семьи, наоборот, создавать вот эту вариативность, чтобы ребенок был свободный, понимал, что и как происходит, чтобы он мог не бояться что-то делать свое, потому что на самом деле в жизни вот это внутреннее «я», оно вам окажет очень большую подмогу в ваших достижениях, как вы будете смотреть. Давайте, я так немножко усложненно вначале говорил, упрощаю материал, да, что называется. Проще говоря, с детьми всегда нужно быть пять принципов исповедовать, как я считаю, ну, максимальные. И детям, а потом я расскажу, какие принципы дети должны к родителям исповедовать, да, вот так вот давайте, чтобы работу построим, чтобы было интересней. А может, потом Тимур свои версии какие-то скажет, да, и тех, и тех, и сравним, хорошо? Давай так, чтобы интереснее было. Ну, смотрите, вот первый принцип всегда, как я считаю, что допустить, что ребенок более талантлив, чем ты, да, он сам знает, что делать, как делать, почему то или иное происходит или не происходит. Это вот, это самое сложное. Почему? Потому что, знаете, вот иногда бывает, смотрю, допустим, каких-нибудь людей, которые добились известности, и бывает их видео, там, когда им 14-15 лет. Вы знаете, вот если убрать видеокартинку, голос, как правило, такой же, да, ход мыслей примерно такой же. Я вот сейчас к родителям обращаюсь, кто себя помнит 14-15 лет. Да, в принципе, ты уже за все знал, за все отвечал, так по большому счету, все понимал. Поэтому это первый такой принцип, очень важный. Второй более важный принцип. Всегда надо допускать, что не прав ты, а прав твой ребенок. Почему? Потому что, смотрите, как правило, контекст взаимодействия касается среды именно ребенка. Ребенок живет в своем мире. Сейчас вот, допустим, знаете, всегда вот кто родители там понимает, вот наши родители, мы всегда говорим, да, вы ничего не понимаете. То есть мы, дети, все знаем, сейчас другой мир, сейчас вот все там. Мы же что говорили, ты почему у компьютера сидишь? А сейчас кто больше всего получает? Программисты, правильно? Вот, оказалось, что это правильная была политика. Вот, мы где-то не понимали, то есть свое общение, то есть это второй принцип. А третий принцип, надо все-таки стараться всегда разговаривать. Вы знаете, есть вот два закона маркетинга, ну, реклама так по-простому. Они о чем говорят? Первый закон маркетинга. Я условно его называю, я это с юмором называю первый закон маркетинга. Человек слышит только то, что ему говорят. Вот это очень важно. Если не общаться с ребенком, не прояснять, то он этого не узнает. Все, что от вас заложено, он не считает. Мы, к сожалению, не животные, которые без голоса могут понимать друг друга. Раньше же речи не было, люди понимали себя по мимике спокойно, по каким-то жестам и как-то по звукам делали. То есть и второй закон маркетинга. То, что человек не слышит, то он и не слышит. То есть это тоже то же самое. То есть если вы будете молчать, ваши дети ничего не познают. От вас, в принципе, ничего не заберут. Это очень важно. Вот поэтому третий момент. С детьми всегда надо разговаривать. Надо тратить время. Сейчас ведь чем еще общество? Мы об этом отдельно поговорим. Телефоны, компьютеры. И дети теряют вот эту свою идентичность в отношениях с взрослыми. И так, я уверен, все родители на работе постоянно. Поэтому всегда надо лишний раз поговорить. Лишний раз погулять, пообщаться, иметь совместные активности. Это абсолютно нормально. Вот. Четвертый момент. Такой, мне кажется, принцип эффективного. Надо всегда не бояться ребенка направлять. Кто-то скажет, но это противоречие. Как так родитель может, он же должен, вот свобода должна быть ребенка. Вы знаете, надо уметь влюбить во что-то. Вот вы, допустим, что-то хотите? Вот допустим, да, вот ему, я бы хотел, чтобы он в футбол играл. Ну как это? Ну это, я же никогда нельзя сказать, так, все, со мной на тренировку, да, и пошел. Нет, это все нужно очень хитро делать. Вначале я ему говорю, пойдем, там, брал с собой, да, он смотрел, как я играю. Там иногда, нет, я телевизор смотрел в матч футбольный, я его с собой правила объясняю. Вот, рассказываю, как это хорошо. Раз, смотришь, он тоже играет, делает. Вот поэтому нельзя продавливать, но нужно потихонечку, незаметно, вот эти правильные вещи. Что-то его, что-то не его. Может, у него душа была бы не футбольная, он хотел, к примеру, там, в теннис играть, или, может быть, там, не знаю, танцевать. Тоже надо пробовать, но надо пробовать. Встречаю очень много родителей, которые, а, у меня там у ребенка непонятное хобби, туда-сюда. Нет, надо тут быть в партнерстве постоянном. И пятый принцип, очень важный, личный пример. Вы знаете, дети копируют родителей. Есть очень много статистики, что, допустим, у курящих родителей, курящие дети, да, условно говоря, у таких коммуникабельных, общительных людей, коммуникабельные, общительные дети, дети нас копируют. То есть поэтому, если даже вдруг, условно говоря, вы чувствуете свои минусы, вы их при ребенке не показываете, а наоборот, показываете только свои плюсы, рассказываете, будьте лучше версией себя. Вот это, мне кажется, пять базовых принципов ребенка. Теперь давайте про подростков поговорим. Как нужно им относиться к родителям, да, то есть и что нужно брать. Первое. Надо всегда, первый признак, глубинно понять, насколько реально правильные или неправильные твои родители. В чем суть? Вот мы от природы всех родителей любим, да, сто процентов. Я в этом уверен. Нет, я считаю, ни одного человека, который не любит своих родителей. Но при этом надо объективно понимать в целом, насколько они правильные, какие у них правильные принципы, да. Я считаю, ребенок должен иметь свою точку зрения. Он должен уметь абстрагироваться, условно, мама, папа и человек. Какой он, как он там правильно живет, да, насколько он там, у него правильные внутренние принципы, как он, насколько он успешен или не успешен. Не обязательно, когда успешность, это не речь, там, поверьте, там, о работе, да, там, о чем-то. Это может быть успешность в отношениях в семье, успешность с друзьями, что много друзей. Он может быть иметь какое-то классное хобби, да. Вот он для вас, то есть вот это посмотрите. И лучшие стороны всегда берите, а худшие брать, наоборот, не надо, да. Это очень важно об этом вот сразу же понимать и для себя это разделять. По маме и папе, да, но при этом то еще они такие, да. И это вот помогает где-то чуть по-другому себя позиционировать и даже чувствовать лучше будете. Второй момент. Все, что говорят родители, попробуйте представить, что все-таки это говорит человек, который прожил там, ну, в среднем в 3-4 раза больше, чем вы, грубо говоря, да. Вот, и здесь тоже это признавайте. Почему? Подумайте, почему они это говорят. Всегда постарайтесь понять их слова, что и как это происходит, да, как там все это действует. Вот это, я считаю, очень важно. Вот, третий момент. Наоборот, родителей вовлекайте свои вопросы. Знаете, очень проблема. Есть же вот этот, где такой подростковый антагонизм, когда все стремятся все отрицать. С точки зрения психологии это нормально. Познание мир через отрицание мира, это абсолютно правильно. Это природой так заложено, я считаю, что это норма абсолютная. Вот, но давайте посмотрим дальше. А так ли нужно всегда отрицать? Это же тоже шаблон поведения нашего, да. Может быть, нужно наоборот где-то присоединиться, где-то послушать, посмотреть. И это тоже формирует правильно вот эту подростковую уверенность. Значит, четвертое, не стесняйтесь родителей в свой мир окунать. Что имею в виду? Зовите их на мероприятия. Видите, что они от вас, грубо говоря, ну как сказать, работы у них много. Реально, слушайте, вот честно, сейчас работать родителям надо очень много, да. Но грамотный подросток, он же родителя своего, маму или папу или обоих, или еще и дедушку, вовлечет свои интересы. Скажет, допустим, если вы занимаетесь, условно говоря, каким-то спортом, да, скажет, приходи ко мне на соревнования, напишет телеграмм, расписание, скажет тогда-то, тогда-то, вот другие родители ходят, а ты что там сидишь, забыл обо мне. Вот, не бойтесь никогда давать обратную связь родителям, как бы вы хотели, чтобы воспитание правильно шло ваше, как бы вы чувствовали. Потому что, знаете, вот такая проблема, есть такая поговорка, полжизни мы ищем ответы на вопросы, которые даже себя не задаем. В семье как? Мы иногда молчим. Нам что-то нужно, скажи. Мне этого не хватает, я хочу вот так. Вы знаете, в 90% случаев люди это дадут. Они, может быть, не знали, что вам этого не хватает. Вот это очень важно. А потом начинаются какие-то взаимные обиды, что-то, что-то. Это неправильно. Вот основа. И пятый, какой могу такой совет дать подросткам, да, с высокой степенью вероятности вот эти все взаимоотношения, они, конечно, основываются на большой любви. И это природой заложено. Всегда дети будут любить родителей, родители будут любить детей. Вот. И вот эту теплоту, ее тоже нужно понимать. Ее нужно уметь где-то призывать, да, вот, и не давать место другим эмоциям. Потому что в семье все должно быть очень тепло. И если вы, допустим, вдруг чувствуете, что вы являетесь источником не этого тепла, а наоборот какого-то раздрая, да, вы это прекращаете. То есть вот нужно быть таким позитивным человеком, который, наоборот, все интегрирует, ну, все объединяет, все вот это делает правильно, да, тогда и семьи. Понимаете, вот иногда многие говорят, что вот счастье в семьях зависит от мамы с папой. Нет, очень много от вас зависит, да. Вы можете быть тем механизмом, который максимально эффективно вот это делает. Вот. Так, Тимур, ты готов? Да. Давай, очень интересно тебя послушать. О чем? Так, ну мы же договорились, что ты сейчас, я расскажу пять, а ты потом. Так, ну о чем? Ну, мы договорились, что от подростков, что ты рекомендуешь как подросток, грубо говоря, по отношению к родителям, да. Может, что-то добавишь, может, что-то расширишь то, что я сказал. Я считаю то, что родителям всегда надо честно все отвечать, потому что потом будет много недопониманий в семье. Что такое? Ну, тут, ну, свет тут. Ладно. Ну, вот, честно отвечать. Я иногда, я папе вообще никогда не врал, вот, а маме иногда, ну так, немного совсем. И потом у нас из-за этого бывали всякие ссоры, ну, не сильные такие. А папе я никогда не врал, у нас не было ссор. Вот поэтому я теперь больше маме сильно не вру, ну, вообще не вру в смысле. И у нас нету сильных недопониманий. Ну, и уважение, я считаю, что тоже должно быть прям сильное. И любые их слова надо вслушиваться. Потому что раньше, когда мне папа что-то говорил, ну, а не сильно его слушал, ну, типа, ну, не понимал. А сейчас, когда он мне что-то говорит, я прям вслушиваюсь в это, ну, и стараюсь исполнять. Все. Так, так, ну, давайте мы похлопаем, что ли, тогда, раз это. Тимуру, я с первого раза в жизни, в своей жизни на такую сцену, да. Волнуюсь немного. В прямую трансляцию, да, так что надо его понять тоже, да. Все нормально, все хорошо, так и должно быть, я считаю. Индар, а у меня, кстати, есть вопрос для Тимура. Я думаю, что вот он на него сможет развернуто ответить. А потом вы расскажете свое мнение. Тимур, скажи, пожалуйста, зрители нашей онлайн-трансляции, которых у нас уже 700 человек, кстати. Вот просто кто-то выбрал посмотреть из дома. Спрашивают, а как донести до родителя, что он на меня давит, чтобы родитель понял? Я считаю, это надо напрямую сказать. Не надо какими-то намерками, потому что он может не понять. Я маме, мама тоже иногда на меня давила, просто я прямо сказал. Все. То есть ты прямо подходишь и говоришь, ма, ты давишь. Ну, примерно так. Ну, как-то. Как она реагирует? Ну, моя мама хорошо отреагировала, типа она больше не стала сильно завидеть и с пониманием отнеслась. А она просила каких-то объяснений, что ты имеешь в виду? Нет. Все. Хорошо, спасибо, Тимур. Давайте я вот добавлю, да. Если честно, у меня, знаете, я вот, я кучу давал всяких бизнес-интервью, да, вот на эти темы я нигде публично не выступал. У меня, знаете, у меня какой подход? Я считаю, что у каждого человека есть вот своя какая-то зона, когда ему, он так считает, и кто ему будет говорить, что правильно по-другому, он себя будет думать, что тот не прав. Особенно в личной жизни. Еще в бизнесе, ну, допустим, можно, если успешный предприниматель говорит с неуспешным, но явно, что тот прав. А в личной жизни как понять, то прав, то неправ. Вообще непонять. И каждый человек себя думает, что он прав. Значит, поэтому я избрал такую тактику. Я даже вот Оксане, да, когда вот у них там, ну, бывают иногда конфликты, не стану отрицать. Оксана – это супруга. Супруга, да. Я ему потом с ней говорю, слушай, ну, вот Тимур у нас, ну, вот он так считает. Парень-то, я говорю, хороший. Ну, если ему постоянно не замечать его успехи, а делать акцент на недостатках, ну, психология – это такая вещь ребенка. Он, понимаете, потом в итоге и будет формироваться отношение к родителям, что это тот родитель, который не поддерживает, а постоянно указывает на недостатки. Вот. А руководитель, говорю, родитель – это тот человек, который, ну, тепло должен давать, понимаете, в семье. То есть он должен понимать. Даже когда что-то не получилось, он должен поддержать. Безусловно, есть грань, да, допустим. И Тимур знает, я иногда, бывает, могу ему, как сказать… Да, есть такое немного. Вот. Но это уже конкретно и бывает, ну, давайте так, чтобы было понятно, раз в год примерно, вот по статистике. Ну, по-моему, года два у нас… Даже больше. Лет в одиннадцать, последний раз, на двенадцать, когда тебе было. Вот. Это он понимает эту грань, да, ребенок. И это правильно. Если ему каждый день начать говорить «ты то, не то». Я вот недавно, слушайте, был в гостях, расскажу, ладно? Сижу, ну, там, семья хорошая, папа, значит, ребенку. Ты что такой сикой? И, знаете, я там был два часа, он его пять раз наругал. Я смотрю, ребенок подзажат, честно подзажат, да, он не открытый. Значит, ребенок побаивается, он, скорее всего, говорить ничего не будет, будет стремиться скрыть. Я сегодня не хотел специально параллели бизнеса и семьи проводить, я считаю, что это все-таки несвязанные вещи. Но могу сказать, что в бизнесе так же. В успешных компаниях все всегда открыто, не бояться сказать. В успешных семьях то же самое. Тоже все открыто, люди в открытую коммуницируют друг с другом. Все, у них, знаете, такое отношение, как с друзьями, не как родители. И вот современные же компании, они туда же идут, там нет иерархии. Я считаю, в современных семьях тоже не должно быть иерархии. То есть все должно быть абсолютно на равных. Вот. Ну ладно, давайте дальше двигаться, да. То есть это, здесь понятная история. И более, а я еще хотел еще дальше дорассказать. У меня есть другая философия. Я вообще считаю, что с человека, если начинать повышать голос, что-то делать, ничего не изменится. Станет только хуже. Можно только прояснить, объяснить, убедить. Все. Страх, принуждение, агрессивное воздействие не работает. Оно не работает нигде, если откровенно. То есть это вот важно, если вы реально хотите добавленную ценность сделать. Теперь давайте поговорим о личности ребенка. Тим, что-то добавишь? Нет. Вот. Значит, поговорим о личности ребенка, да. Значит, ну вот смотрите. Детская психология – очень серьезный вопрос. Я уверен, все были детьми, родители, кто сейчас вот помнит. У кого какие вот первые детские воспоминания со скольки лет примерно? Ну поднимите руку. Скажите, кто со скольки лет себя помнит? С пяти, да? Кто помнит свой день рождения в три года? Ну, скорее всего, не вспомните. В пять кто-то вспомнит. А большинство, вот кто, особенно родители, ну в 10-11 лет как-то первая такая осознанность приходит, которая хранится. С чем это связано? Связано с нашей памятью. То есть память такая избирательная. А вот все ли помнят моменты каких-то конкретных ссор? Да, вот когда вот что-то такое произошло, прям вот такое. Больший процент вспомнит, да. Почему на самом деле человек так устроен, он будет запоминать вот это плохое, да. И потом сколько вы хорошего не делали, это на память влияет. Поэтому к ребенку надо относиться именно так. Следующий момент. Давайте, вот время же не так много, я так понял, у меня, да. Сколько еще? Вами 15 минут, и у нас есть еще несколько вопросов. Я еще, знаете, какой вот блок вопросов хотел осветить для всех. Он для всех актуален будет в равной степени, я считаю. Это вопрос, как правильно привить детям, и вам это тоже. Сразу же узнаете ответственность за свои действия. Не секрет там, что я неплохое управление в целом, да, то есть там старая, что называется. И вот хотел немножко вот эту философию порассказать детям и родителям тоже, как с позиции, как меня воспитывали, да, потому что я считаю, очень благодарен моей маме, которая абсолютно правильно воспитывала. То есть в чем была там особенность? Ну, во-первых, она на меня никогда не кричала, да. То есть она всегда меня брала в гости, вот идет в гости, меня всегда брала. Я вот сколько себя помню, всегда любые большие встречи всегда меня брали с собой. Одна она в гости почти не ходила. Поэтому я с возраста 7-8 лет, представляете, постоянно напитывался вот этими взрослой там информацией, развивался, все это узнавал. Вот если кому интересно, в возрасте 11 лет прочитал всего Артур Канандоля. Да, это, по-моему, 10 томов больших, прочитал 8 больших томов Рекстаута, в общем, читал кучу литературы там, ну, вот прям такое. Почему? Потому что меня в это влюбили незаметно, да. Это не я сам такой, это иллюзия такая, что ты сам там начинаешь. То есть нет, мне потихонечку так вот почитай, вот интересно, вот раз, вот так вот, а вот так вот, так вот, да. То есть это правильно. Вот плюс я постоянно общался. Значит, с возраста 12 лет я постоянно читал каждый выпуск российской газеты, потом там еще были, еще другие газеты. То есть я читал с возраста 12 лет до где-то 18, тогда интернета не было, если кто не знает, да, было такое время. Значит, читал все выпуски газет, то есть вот все современные газеты, которые были там, я их все читал. Это расширялся кругозор. Без этого вот, ну, меня невозможно было представить сегодняшний. Поэтому вот это правильный абсолютно момент. Причем, когда я говорил нет, мне никто на меня не давил. Говорю, хорошо, но потом я сам стал это делать, все это стало происходить. Вот мне кажется, родитель, да, он должен также нести ответственность за ребенка. Я вот всегда думал, с чем это сравнить. Вот как это можно сравнить? Вы знаете, я считаю, что это можно сравнить с, условно говоря, вот если бы инопланетяне представили, что они существуют, да, ну, они так незаметно смотрят вот за развитие нашей Земли. И они вроде появиться не могут явно, да, но им надо как-то нами вот что-то делать. Вот так же должен быть родитель, как судья на поле. Он должен быть незаметный в футболе. То есть он должен правильно принимать решения, когда нужно их принимать. Но когда не нужно, люди должны играть и творить. Вот это правильный момент. Следующий момент, который имеет большое значение для, если хотите там успешных детей формировать, нужно их с детства приучать к самостоятельности. Вы знаете, для меня было очень сложно. Вот кто не знает, меня в 7 лет уже отправляли в магазин за сахаром. Давали деньги. И в 6-7 лет я сам ходил, покупал сахар, молоко, ходил за 3 километра. Можете такое представить? Это вот не в соседний дом сбегать. То есть мне тоже вот мама так доверяла, да. Понятно, я жил в Новом Уренгое. И в возрасте там в 7-8 лет я уже один гулял во дворах. Там, не знаю, мог с утра уйти, вечером прийти. Вот иногда бывает сложно отпустить ребенка, да. Я знаю, что это большая проблема для многих родителей. Сам понимаю эту проблему самому иногда внутри. Вот первое время, когда, знаете, у меня вот и Алина старшая, дочь, кстати, выиграла российскую олимпиаду по математике, между прочим. И мне было сложно. Первый раз, когда я ее отпускал куда-то саму, я всегда за ней шел, если честно, сзади, но она не знала, да. Но я ее отпускал, чтобы она была самостоятельна, чтобы она могла ходить, смотреть. Вот это очень важно. И вот этот момент важно не упустить. Мне кажется, сейчас из-за того, что есть проблемы, как мне кажется, с безопасностью, да, в целом, с детской безопасностью, особенно в нашем городе, я считаю, что они есть. Вот. Понятное дело, что из-за этого мы все чуть-чуть проигрываем, потому что у нас гораздо позже возраст, когда детей одних отпускают. И это на самом деле плохо влияет. Вот поэтому я тут могу давать совет. Все-таки не бояться этого делать. Я считаю, сейчас все налаживается, и где-то чуть давать больше свободы. Дальше. Вот как и в управлении, очень важно давать правильные задачи детям. А детям важно брать правильные задачи, да. То есть вы всегда вот чувствуете, что вас не грузит. Допустим, Тимур у нас уже подрабатывал, правильно? Да. То есть я с возраста 13 лет, он иногда летом приходит в компанию, там, работает с цифрами. Я считаю, что это нормально. Я сам активно работал тоже с 14 лет. Вот, я ходил, маме помогал торговать бананами, она у нас была детский врач. Значит, утром детский врач, после обеда мы на рынке торговали бананами. Вот, я их там носил, сортировал, это все было. То есть все, и тоже мне кажется, что это абсолютно нормальное явление. Нужно прививать любовь к труду. Не надо здесь переусердствовать, все это должно быть добровольно. Вот Тима иногда встает, говорит, папа, что-то не выспался, не хочу идти. Я говорю, хорошо, нет проблем, сегодня сидишь дома, играешь. Компьютерные игры, грубо говоря. Но когда есть настроение, вот это очень важно, нельзя передавливать. Но надо потихоньку всю эту культуру формировать. Так, Тим, что-то добавишь? Нет. Так. А? Про компьютерные игры. Давай, про компьютерные игры рассказывай. Сколько играешь? Во-первых, скажи, ставит ли папа ограничения? Нет, вообще никаких ограничений нет. И это очень хорошо, мне нравится. Хорошо, Тимур, тогда озвучи. Сколько ты играешь в день? Ну, говори честно. В среднем? Да. Думаю, часа 3-4. Да. Ого. Да, да, да. Смотрите, много, согласны, много. Расскажу. Мы, наоборот, ему сейчас купили большой экран, хорошее оборудование современное, там, все как надо. Сколько ты уже заработал? 120 тысяч. 120 тысяч заработал, как чемпион, там, в этих играх. В CSGO. А? В CSGO. В CSGO, да, то есть он там несколько соревнований уже выиграл. То есть, наоборот, для него это возможность развития, я считаю. Это интересно. Там, это культура такая. Все это прозрачно, потому что одно время он там и в клубы, ну, бывало, там часто ходил. Мы сейчас... В компьютерных, не в таких компьютерных клубах. А какие еще клубы бывают? Ну, всякое бывает, да? Ладно, хорошо. Вот, значит, и поэтому... А, ну все, я понял, что я подумал. Я даже сразу, видите, уже как постарел, даже сразу не понял. Вот, значит, и поэтому здесь такая история, да? Я за, я считаю, что это нормально, это правильно, потому что здесь ограничивать не надо. Есть сейчас такая потребность? Понимаете, наиграется. Сладок только запретный плод. Поверьте на слово. Если начинать в чем-то ограничивать детей, искусственно, всякие программы есть, знаете, это не то. Должно быть ограничено. Нужно продавать и объяснять, и потихоньку влюблять другие процессы. Ведь почему ребенок много играет? Значит, где-то нет других интересов. Ведь конкуренция работает. Поверьте, если вы его с собой взяли на мероприятие, на футбол мы вместе поехали, да? В какой-то музей сходили там. Условно, раз там, ну, на выходные слетали, там, не знаю, там, в Дубай, допустим, или куда. Ну, я для примера говорю. Значит, понятно, это более интересно, да? Что-то как-то, как это происходит. То есть это вот задача родителя, как мне кажется. Понимаете, это такой вот сложный момент. Я еще вот расскажу немножко, ладно. Я таким не был. Я раз, у меня такая легкая профессиональная деградация. Я раз управленец, я читаю много книг, в том числе по психологии, по взаимоотношению с людьми, по общению с людьми. И очень много там стал набираться и понимать, как здесь правильно делать. Причем я не уверен, что я что-то правильно делаю, но результат неплохой. То есть у меня и старшая дочь прекрасно там, я считаю, в взрослую жизнь вошла. Тимур, я считаю, тоже молодец. Вот. И поэтому есть какая-то вероятность, значит, вот этот подход, он в какой-то степени более-менее верный. Плюс-минус. Время, конечно, он дальше покажет. Я надеюсь, Тима не подведет, правильно? Не-не-не. Вот, это не вариант. Вот, поэтому здесь такое. И, наверное, вопросов нет? Все нормально? У нас есть вопросы, и нам уже нужно переходить. Я еще вот две минуты, ладно, буквально. Ну, раз уж позвали меня, меня ж не остановить. Вот. Значит, смотрите, буквально еще момент, который всем хотел поделиться, вот очень важный. Помните, я сказал, вы должны быть примером. Значит, а вы знаете, ребенок может быть примером для родителей. Вот я вам скажу, я пример для своих родителей. Они у меня тоже менялись, когда видели, что у меня другие принципы, я делаю что-то правильно, да, там, вот это. Они тоже менялись, поэтому не только родитель, пример, для ребенка, а ребенок может быть примером для родителей, примером для старшего, там, младшего ребенка в семье, грубо говоря, да, это очень важно понимать. Вот, поднимите, кто в семье не один, у кого есть братья или сестры. Вот, понимаете, вы для них пример, они на вас тоже смотрят, даже если вы младшие. Вот это очень важно. И вот у меня и брат младший, вы знаете, он очень сильно тоже похож на меня. Кстати, кто не знает, я ни раз в жизни не пил, не курил, вот, дорогие дети, да, да, вот. Так, Тимур у нас. Я тоже. Тоже, он принципиально принял решение, мы с ним обсуждали, он тоже вот уже, ну, я думаю, что все нормально будет, да. Да, это и старшая дочь такая же у меня. И младшая. А? Ну, младшая еще, подожди, 8 лет еще, еще бы. Вот, поэтому смотрите, вот я считаю, примером быть важно, важно это вот осознавать, понимать. И младший брат у меня тоже, представляете, не пьет, не курит вообще ни разу, вот. Вполне возможно, вы просто все берете пример с младшей дочери, которая не пьет и не курит. Да, да, точно, можно так сказать. Ну, на самом деле, первым источником там был я, всей этой истории, да. И я вот прям вот считаю, что это очень круто и важно. Вот. Ну, и уже в завершении своей речи, да, раз это время заканчивается, что хочу пожелать. Значит, хочу пожелать всем и родителям, и детям больше уделять внимание этому вопросу, больше про друг с другом. Вы знаете, вот когда у меня есть возможность, я в командировках, ну, у меня работа специфичная, я часто летаю, да. Я всегда стараюсь домой прилететь всегда. То есть, вот даже не поверите, завтра буду в 9 утра в Госдуме выступать, да, прям вот в этом, поеду там по этому, вот, на этом большой сцене, которая по телевизору выйдет. Но я сегодня специально и в выходные в Тюмени только вечером улечу, да, чтобы там там быть. И наоборот, дела закончил, я себя тоже и домой. Поэтому я считаю, очень важно с детьми проводить много времени с семьей. Очень важно там вместе иметь активности какие-то. Если нету совместных хобби, искать их, важно придумывать семейные традиции. Я считаю, это очень круто. Так, Тима, добавь что-нибудь. Дорогие зрители, вот сейчас буквально Тимур скажет несколько слов. К вам подойдет волонтер, даст микрофон, и вы обязательно зададите вопрос. Не переживайте. Давайте лучше сразу же вопрос. Хорошо, давайте вопрос. Спасибо большое. Ильдар, восхищена, спасибо. Скажите, все-таки семейные традиции. Вот поделитесь хотя бы двумя-тремя, возможно, зал возьмет что-то себе. Давайте очень простые. Мы всегда в субботу-воскресенье вместе ходим обедаем. То есть это у нас традиция. То есть мы зовем моего брата, иногда маму, иногда папу. То есть у нас всегда в субботу-воскресенье это совместные обеды. То есть это вообще всегда. Ужинать я тоже себя стараюсь дома. То есть тоже я с партнерами не ужинаю. Я в Тюмени, я всегда ужинаю дома. Мы все вместе. Дальше. Естественно, отдыхать мы тоже вместе всегда ездим. То есть как бы не был мой график, я в последнее время стараюсь время выделять. Мы вместе с семьей всегда ездим, отдыхаем на 3-4 дня вместе всегда. Иногда бывает у нас всякие могут быть турниры, можем провести. Иногда мы играем в шпиона условно, в покер можем сыграть серьезно все вместе абсолютно. То есть у нас вот такие активности, они развиты. У нас также принято, не знаю, как-то поддерживать друг друга, я считаю. Понятное дело, я знаю, что у всех есть, но тем не менее у нас чаты совместные. Причем и с папой, и с мамой есть чаты. Есть чат Кусаиновый в целом, есть чат нашей семьи отдельно. То есть я считаю, это тоже современная коммуникация, это очень важно. Я знаю, что просто недавно узнал, некоторые семьи такого не имеют. И у нас моя младшая дочь, вот ей 8 лет, она уже в этом чате 6 лет. И там пишет иногда, что-то смайлики шлет. То есть это очень важно. Сразу же, мне кажется, вот вдруг кто-то слушает, и еще нет такого чата, срочно создайте. Хорошо. Давайте тогда, зрители, думайте, поднимайте руку, кто хочет задать вопрос. А я пока задам вопрос из онлайн. Тимур, сначала вопрос к тебе. У тебя есть возможность просто жить в свое удовольствие и не работать? Ты будешь работать или нет? Думаю, буду работать все-таки, потому что я не пойму вопрос. Насколько я поняла Юлию, она говорит о том, что этажи – это действительно крупный бизнес, его знают не только тюменцы, его знают, в общем-то, все. То есть папа зарабатывает достаточно, чтобы ты не работал вообще? Нет, не, работаю 100% буду. А, вот так вот. Ты какой вопрос изначально понял-то? Скажи хоть, все не поняли, почему ты засомневался. Я просто думал то, что… А, в этажах, да? Да. Ты так понял вопрос, правильно? Будешь ли работать в этажах? Он поэтому засомневался. Продолжать делать папу. Да, да, да. А так я, в принципе, работаю 100% буду. И вопроса жить на его деньги нет. Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас вопросы из зала? Да, есть. Да, Анна, микрофон уже у вас, говорите. Как будто все вопросы, ой, все советы, которые вы дали, они были направлены для родителей, большинство, по крайней мере. Что делать подросткам, родители которых не соблюдают те принципы, которые вы назвали, и если я, как подросток, как сказать, пытаюсь вовлечь их в свои хобби и так далее? Как зовут? Рахил. Рахим, слушай. Рахил. Рахил, извиняюсь. Значит, Рахил, смотри. Вот я косвенно об этом сказал, да, что… Я, конечно, немножко жесткие вещи сейчас скажу, да. Там, заранее извиняюсь, но ты вполне можешь быть гораздо лучше и успешнее родителей, да. Это вполне возможно. В этой ситуации, на мой взгляд, надо действовать по-своему. И если ты чувствуешь, что у них, ну, ты пытаешься, пытаешься и не получается, первое, попробуй другие методы. Знаешь, всегда нужно допустить, что ты что-то делаешь не так. Потому что, ну, они, я уверен, тебя любят всем сердцем, да. Просто где-то, может, ты не достучался, не в те двери стучался. Попробуй по-другому, что-то по-другому. Ну, уж если совсем не получается. Слушай, ну, где-то… В общем, знаешь, если честно, любовь – это очень сильный такой фактор, в принципе, когда любой вопрос решаем. Ну, знаешь, твои родители тебя точно любят, и поэтому при должном твоем каком-то усилии ты добьешься то, что хочешь. Я не представляю, чтобы мне ребенок что-то говорил, да, допустим, ну, приди это, и я бы отказался. Это невозможно. Но это вы, а также существуют другие родители. Ну, слушай, я думаю, что просто попробуй на их точке подави, посмотри, что им интересно, да. Попробуй, я думаю, что у тебя получится. Это, знаешь, это не чужие люди, это любящие тебя люди. Люди, попробуй, я уверен, что ты сможешь найти ключ. И я все-таки обещал жесткие вещи сказать. Если и вполне возможно, да, что просто ты другой, ты более современный, лучше, у тебя более правильные принципы, ну, тогда спокойно, вот все равно люби их, цени, да, они чуть-чуть отстают от тебя. Ты более современный, прими это. Действуй по-своему. Хорошо, спасибо. Мне было важно услышать вас. От себя, Рахил, могу добавить, что через одного спикера у нас будет Никита Карпов, психолог, вы можете ему тоже задать этот вопрос, посмотрим, что ответит он. И возьму на себе смелость сказать, что вы точно будете лучше родителей, это эволюция, это закон эволюции, вы точно будете лучше, главное выжить. У нас есть время еще на один вопрос. Есть ли у нас вопросы с зала? Так, задние парты там. Да, Катя, беги, Катя, беги. Все, пропал вопрос? Ничего страшного, у меня есть вопросы из онлайна. Ну, я могу так еще просказать что-нибудь. Да, Ильдар, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к воле случая? Как я понимаю, это относится к самому началу, когда вы говорили, что все зависит от человека, а вот случай, насколько играет роль в жизни? Смотрите, вот я так отвечу. Можно раз подбросить монету, реально может выпасть орел, реально. Ты можешь поставить на орешку, но если ты подбросишь тысячу раз, у тебя плюс-минус половина выпадет орел, половина орешку. На длинном пути роль случая минимальна. Если только не связано, ну, совсем, знаете, вот такими какими-то там, ну, не дай бог там, смерти и так далее. Это, конечно, ужасно. А в целом, жизнь плюс-минус, она примерно одинаково, фактор вот этой дачи, он на длинной дистанции плюс-минус нивелируется. Если ты что-то делаешь правильно, постоянно, у тебя, ну, будет все правильно. Поэтому в случае я, честно, не верю в моменте. То есть я считаю, что это долгосрочные процессы, которые, значит, потом что-то сильно хорошее случится. А если случилось что-то сильно хорошее, значит, скоро случится что-то сильно плохое. Что находится за рамками твоих усилий, которые ты для этого делал? То есть вот так такой мой ответ. Хорошо, и финальный вопрос. Вот вы, получается, говорили, что очень много читаете, правильно? Да. Что вы можете посоветовать прочитать подростку? Подростку. Значит, подростку я… Какие у вас увлечения? Расскажите. Ну, спортом занимаюсь, учусь. Хочу развиваться в сфере бизнеса. В сфере бизнеса. Я вам советую… Мне почему-то кажется, надо детективы читать. Они, знаете, подростку интересны, развивают логическое мышление. Я вам скажу, мне было 12 лет, я же рассказал, я перечитал всего Рекстаута. Вот там Нира Вульф и Арчи Гудвин, по-моему. То есть вот мне это очень помогло в жизни с логическим мышлением. Очень интересно. Рекомендую с этого начать. Там, правда, много. Ну, вот там много. Там 8 книг по 1000 страниц. Вот, мелким шрифтом еще. Но классно развивает. Может быть, сейчас же, знаете, у нас же сейчас вот мозг деградирует, если честно. Раньше, знаете, читали длинные тексты, книги, вот наши там бабушки, прабабушки. Потом что стало у нас возникать? Потом стал там короткий текст. Потом ВКонтакте с текстом шел. Потом стали Твиттер, где вообще текста чуть-чуть. А сейчас что? Инстаграм, где текста вообще нет. Все. А сейчас уже и ТикТок, где вообще короткие видео. То есть, понимаете, деградирует система в плане… И наш мозг, к сожалению, деградирует, мы уже не способны к восприятию большой длинной информации. У нас уже там нейроны все вот так вот узкие, да. И попробуйте, человека, сейчас заставь 3 часа там что-то поделать вот так вот беспрерывно, почитать там, поразвивать себя, да скажет. Лучше в игры поиграю, да, Тимур? Так. Хорошо. Спасибо большое. Давайте поаплодируем наших спикерам. Особенно я прошу искупать в аплодисментах Тимура. У него сегодня премьера. Больше всех говорил. Главное по делу. Спасибо большое, Эльдар. Спасибо большое, Тимур. Спасибо.